слава иисусу христу ну что здравствуй молодой человек слышно меня слава иисусу христу слава иисусу христу слава иисусу христу добрый вечер у вас такая книга дома есть православные христиане вот крещусь зашли сюда людям рассказать о боге о спасении души никакой организации я в русской православной церкви нет вроде все всегда все слышат может у тебя так что-то сейчас попробую усилить так как слышно вот так организации мы не переживаем и христиане верующие православные никакой организации стерлингов стерлингов это еретик он ни к чему я говорю стерлингов это никто это еретик он не принадлежит никакой церкви он говорит у него там какой-то есть епископ которого никто не знает я сказал я православный я сказал я православную руку здесь и за соответствие я принадлежу к русской православной церкви чё еще понятно непонятно что по-русски патриархии московской патриархии конечно ну к организации я к этой организации никого организации я не это ваше все вот у меня вот вот у меня смотрите вон там тоже вон все в книгах ух ты и у тебя лежит это это месяц со слов у тебя лежит трехтонник нет это новый завет с толкованием в трех томах феофилакта болгарского самое лучшее толкование самое лучшее толкование он собрал почти всех отцов себе лучше него нету я тоже собрал меня я переехал из москвы к питеру буквально около трех месяцев надо поделать вот и собрать с собой привез целую целую огромную сумку книг православных которых я еще не прочитаю он на основе златоуста это все делал у нее там самое лучшее толкование из которой есть 12 12 томов подарили 12 томов подарили ну это серьезно это да это серьезный труд это мой любимый тоже проповедник салтауста мы сюда зашли люди здесь видели что творится здесь вообще какой-то разврат полный и люди мы зашел я здесь немножко им проповедовать о христе потому что может она покаяться здесь 80 процентов мусульмане 80 процентов мусульмане которые ну им показываешь и книгу у меня он коран есть я им показываю ну прочитать но они готовы у нас коран я могу прочитать там с другой стороны на арабском ни один человек не может прочитать то есть они не знают не а говоришь им на русском они не только на арабском типа можно а на арабском читать естественно не могут в итоге как у нас а я их пропускаю сразу я точнее они как только библию видят они как библию видят они сами свалят просто я переток перекрещусь они расходят какой бородатый слава иисусу христу мы пришли сюда людям рассказать о том что христос умер за наши грехи и зовет к покаянию всех чтобы жили свято я крещусь значит я уже не протестант если если я крещусь то я значение протестанты если я справа налево то значит я православный вы же должны разбираться то взрослые люди я говорю православный значит я если я крещусь значит я уже точно не протестант если окрещусь справа налево то я уже точно не не католик конечно хожу вчера только вы конечно носишь конечно я православный вечер и иконам икона молишься а теперь покажи мне кроме евангелия и покажи мне где написано что и получил тому чтобы его возносили выбрал и чтобы молились иконам современное православие против речь старым канонам православие этого первых не написано нигде библии не сказано что я должен ходить и попам жирным ходом зажравшимся которые превратили православие бизнес молиться иконам носить крестик говорил не делать из меня видала а мы сделали не увидел иисус внутри это дух а где он говорил что не делать из меня давайте все хорошо вы спросили в евангелии показать вы скоть и вы спросили его на не показать все вы будете слушать по евангелию про иконы вы спросили как только вы только не уходите вы только не уходите пусть они пусть они пусть они помолчат я все все понял я понял понял библию я просто там мешает звук там у вас этом чтоб тишина как-то можно было то трудно говорить звук идет давайте смотрите вы читали когда христос заходил давайте 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 только по библии будем разговаривать только по библии вы перепрыгивайте давайте разберемся давайте по скайпу созвонимся по скайпу все вопросы по библии разберем слава иисусу христу согласен ну не матерись пожалуйста я тебе расскажу интересную точнее как важную для жизни самую что есть только вы знаете что иисус христос сошел на землю чтобы спасти взять грехи на себя мира что он всех зовет к покаянию чтобы обратились и жили свято вы это знаете а у вас книга такая есть святая библия дом вы читали ее когда-нибудь читали а показать можете эту книгу прочитали но вы все-таки прочитали да но о чем можете рассказать так вкратце о чем вообще вот в общем эта книга ну то что ты сказал вначале что как зародилась земля там говорилось что бог суд был землю за 7 дней там продам и ему как началось про грехи перечисления что можно что нельзя делать до пояснения по сути пояснения морали ну вкратце как это все но вот самая такая глава это все правильно вы сказали туда такая вот самая главная мысль но не то что мысли о чем она вот почему евангелие названа там в нем внутри библии есть четыре евангелия почему евангелие благая весть в чем благая весть состоит ну вот это не деталь это как бы основная вот мысль с основным точнее даже основная основная вещь то что люди в грехах вы да 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 вы правильно читали вы правильно прочитали что адам с его согрешили и больше после этого люди идут уже в грехах они постоянно согрешают и умирают идут шлеват это все описывается то есть воздаяние библия говорит о том что возмездие за грех смерть то есть что человек если он хоть раз жизни согрешил ему уже смерть это светит господь потому что об этом сказал то есть еще в раю но что как куда деваться то если ты мы все согрешили нервни один раз правильно куда деваться то есть мы все достойны ада но то что господь воплотился через деву марию то есть мы знаем иисус христос сошел на землю и взял то есть мы должны заплатить своей были смертью адскими мучениями но господь взял наш грех на себя и умер за нас на кресте то есть он заплатил за нас и это для нас благая весть то собственно есть то что он взял наш грех на себя и теперь мы можем жить правильно то есть если мы к нему обратимся он нам дает свою благодать крестимся кто будет веровать и креститься спасен будет написано а кто не будет веровать осужден будет и мы можем уже жить свято и правильно и наследовать царство и божие разве это не радость для человека что больше ему не нужно грешить он больше не раб греха если он обратиться как-то историк о нем пишут иосиф флавий высушить исторический исторический иисус историки историки все все согласны что он был исторический иисус а то что он бог так это даже ученики его не верили пока он не воскрес хорошо но почему тогда как бы столько времени прошло и вот сейчас не появляется каких-то прецедентов что но кто-то воскресенье до прошлое как это нет много времени много такого много это много я вам говорю клавдия клавдия устюжания наберите барнауле клавдия устюжания воскресло три дня мертвого лежала воскресло если бы это было именно так то мне кажется уже не было воспарений того чтобы нет да нет вдруг если бы даже у тебя на глаза кто-то воскрес ты от этого не уверовал ты бы нашел этому объяснение литургический сон и прочее это ты чё это даже не думай никаких доказательств никакие чудеса не даны человеку не дают уверовать человеку верует только если сам захочет он просит бога вере говорит господь если ты есть покажи дай мне веру и господь ему дает для этого надо чтобы уверовать надо перестать пить курить и прочее 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 захотеть этого если не хочет что и ты не уверуешь хоть говорят если даже из мертвых кто восстанет не поверит авраам сказал так так что это ничего такого вот я тебе говорю клавдия устюжанина это прям это наши дни а теперь вот очень просто они уже когда встанут на страшном суде он не скажешь он ему не сказали он не знал он получит эту информацию и стать не человек один может уверует ради этого одного десять лет допустим я тут буду говорить если из десяти за 10 лет один уверует ради этого одного я десять лет дустую здесь тружусь ради него значит и все хоть одна душа если спасется уверует во христа то это уже большая радость написано ангел радуются то есть нет больше радости чем одна душа но и кто не написан в книге жизни не хочет принимать он сам себя в осуждении мы только можем молиться о них и все это же жизнь тоби жизни верующим как вы говорите атеистом эта жизнь вот туда вниз то есть все хуже хуже ты скажем днем все хуже хуже как человек становишься у тебя близкие друзья становятся все хуже и хуже в никуда алкоголь курение компьютерные игры все одинаково это все эти пути идут они в эту в гибель компьютерные игры такой же грех не есть такой грех называется непотребство то есть то что непотребно человеку человек делает а господь создал человек не для того чтобы он время терял зря в компьютерных играх то есть в том чего не существует сидишь в ложном мире в которого не существует у нас все все кто компьютерные игры играют они в церкви там больше час простоять не могут сознание теряет то То есть бесноватые становятся просто. Сознание в церкви теряет постоянно. Нет, это полный бред, как по мне, ибо компьютерные игры это программа. Программа была создана человеком. То, что создал человек, ну, по сути-то, воплощение Бога, ну, не может быть. Нет, ну, как ты использовать будешь? Как ты использовать будешь? Если ты, допустим, тебе игра это для того, чтобы ты там летал на самолете, да, у тебя тренировка для этого, тогда это во благо. А когда это просто просаживание мозгов, то есть в несуществующем мире, то есть сложно, ты во лжи живешь. Делаешь, а у тебя нервная система, для нервных, сейчас договорю, а нервная система как будто реально реагирует же. Для мозга это все как реальность. Но ты-то понимаешь, что это нереально, но у тебя нервная система на это реагирует. То есть гормоны выделяются, как будто ты реально это делаешь. Зачем это? Ты больной становишься просто, у тебя там болезни всякие, нервные, матершина, там все матерятся, что я не знаю, что ли. учета играешь вот счет играешь что-то в доту в контр-страйк что-то играешь вообще не важно дело в том что ну как выдал каждой игре есть цель из она трудно достигается как везде то в самом момент как бы человеку подскакивает адреналин и потому что он этого желает и это трудно достижим и когда он на пике естественно он будет волноваться чтобы не потерять это все так везде но он притом будет сидеть на одном месте у нее никуда не адреналин должен появляться человек должен бежать или что-то делать а здесь он а вы прочитать что происходит если я нужен адреналин ты не будешь никак тратить ашот адреналин тратит как какая мышца какие сердечные мышцы сердце оно должно работать а его тут ничего нету никакой не нагрузки ничего она начинает биться просто так угрожает что-то угрожает у него до больше чем какой там игре куда больше поэтому да он играет постоянно он этот расчет это расчет на то что адреналин это редко-редко должен возникать у человека а тут постоянно может возникать он проигрывает у него он не у меня если он проигрывает у него но допустим или он злится у него норы адреналин если он проигрывает у него начинается гормон стресса просто выделяться постоянный жрать будет после этому не он за это может не есть не пить не спать из-за гормон стресса это вообще самый вредный гормон который только есть кортизол кортизол это все игру компьютерские игроки на карте ручки допустим он достиг своей цели он у него поднялся адреналин он достиг цели у него эйфория это перечерпит абсолютно все прошлые неудачи он получает гормона радости что ну просто и становится гормональный наркоман и он будет всегда стремиться получать эту радость но жизнь так не устроена его там убивать будут хорошо я в игры нет я в игры не играл но 10 лет играл к примеру учет мне скажешь я говорю я 10 лет играл меня бог из этого выше я чего не знаю что ли у меня друзья игроки я играл я играл не просто играл я играл нормально постоянно попить ну минимум там пять шесть часов в день чё я не знаю это что ты мне говоришь то даже не за этот смешно слушать все все там стонут от этих все кто играют люди они потом стонут просто от стонут а играть вся жизнь семьи нет ничего нету все кончено становится сколько семей разрушены из-за танков к примеру из-за танков только столько семей я лично столько не я в танке вообще не играл меня это не интересует танки никогда не играл ты играешься на тебя вещи ложное какое-то идет у меня я в танке никогда не играл у меня друзья играли в танки я видел как 7 рушится из-за этого целые не только 7 целые отделы полиции военные отделы комендатуры разрушаются из-за этого комендатуры целые это не просто . начальник играет все разрушено становится он не понимает что и мощи без разницы становится больше наркоманами чем многие игроки потому что ты реально думаешь что игры провоцирует как бы продуцируется на реальную жизнь да я так не говорил тебе что продуцируется на реальную жизнь я говорю человек уходит из реальности он понимает что это нереальность он понимает что это нереальность но у него у него нерв системы с реальность уже не справляется всегда ищет быстрее бы убежать она перестает справляться с реальностью он не учится ему это не надо становится он ну как так как обычный человек может жить и все он тупой становится одним словом тупой ну хорошо ты все я сказал ты не принял не принял у меня опыт я просто вижу и в церквях людей в лагерях детских лагерях как они себя ведут все кто играет в игры как они себя ведут я в вооруженных силах четыре года более четырех лет служил те кто играли я видел как они выполняют задачи не какущие люди абсолютно ну уже как ужасно у них голове то они думают о том как они вернутся и там что-то выбьют себе там в играх мне в голове только все забит у них 7 ты понимаешь 7 распадаются семьи то есть у них ребенок родился ему дела нет вообще он там порадуется месяц первый а после этого все опять засел в свои игры ничего с поделать не может обязательно и к этому сразу прилепляется курение он курит обязательно алкоголизм и после этого обязательно блуд где-то изменит жене прелюбодеяние это сто процентов он все бесноватый каждый кто начинает играть в игр становится бесноватым то есть на все зло его начинает без толка все что можно просто ты с этим видимо не же я-то видел уже не один год таких людей не один год я сам знаю по себе знаю к чему это приводит какие что у тебя в жизни начинает пока бог меня не вытащил я не знал бы я тоже так бы торчал в этом в этом это хуже курение алкоголизма хуже потому что курение алкоголизм осуждается обществом а это еще не осуждается это еще просто ну там лет через двадцать это уже будет все осуждено а сейчас пока еще как новое поэтому игр и уже не новым играм уже больше 50 лет через 20 лет это будет еще более знаешь что виртуальная игра играм реально вот так взять вот реальные игр вот они с 90-х вот есть так взять ну такие уже серьезные с 90-х им 30 лет максимум а уж серьезные такие уж если взять 2000 года а уж никак не 50 понятно там были какие-то такие стрёмненькие там пиксели бегают но уже вот 90 хочу я сам я прошел все эти игры самого детства самого раннего когда она все и только еще пошло я знаю все там от начала от начала до конца понимаешь вплоть до доты 2 все знаю ты сейчас дал себе ответ почему вот это все бред дал сам только что себе ответ на это все это было в детстве в детстве человек реагирует на все куда спонтаннее куда эмоциональнее понимаете сейчас да я ну типа да я играю в одну игру меня постоянно мне интересно я играю с другом с которым вдруг этот не виртуальный настоящий мысль почти каждый гуляет если вдруг скажет дружище существует твоих они такие нет да ты чё-то как будто не со мной разговариваешь я полностью знаю в какой вы находите атмосфере чем ты говоришь вот о чем ты говоришь так со мной говоришь как будто каким-то знаешь 60-летним старичком который думает что это вообще что-то там левая игра играл более там десяти лет и там не просто играл будь здоров играл то есть там у меня и рейтинги были высокие я знаю о чем ты говоришь и знаю как ты мыслишь когда ты думаешь что для меня это никакого вреда не наносит потому что я понимаю я адекватный человек у меня там дома все есть я там то еще я все контролирую ты то что ты получаешь который вред ты даже его не знаешь потому что ты его узнаешь когда ты бросишь играть твой поймешь он действительно что-то не то со мной было пока ты это делаешь это ты не почувствуешь его как наркоман просто он просто не понимаешь я играю часа три неделю я скажу слава богу слава богу слава богу скажу что ты я и хочу чтобы ты и 3 часа перестал играть потому что просто даже по таким моральным причин моральные причины одна это ложь то что происходит там зачем тебе участвовать волну то есть этого не существует ты знаешь это ты знаешь но ты просто как бы не считаешь что можно но ты вы как считаешь лгать это нормально вот солгать что-то когда-нибудь ничего тебе это ты никогда это не эти деньги тебе ничего не дадут это проклятыщие деньги ты ты ни на чем вообще ты ничего не произвел вообще то есть ты никакой пользы не принес никому ты какие-то деньги ничего получаешь вообще непонятно от чего человек поставил на себя 15 я поставил на себя 15 еще у вас за это как азартная игра уже получается азарт еще еще хуже да это как это ты на деньги это что не азарт что ли ты же проиграть боишься боишься полупаешь потеряешь деньги тогда ты чё но в основном это не казино понимаешь тут все зависит от твоего умения тут нет да чё шахматы тоже от умения зависит а там знаешь какие азарты и вообще ужас шашки и прочь это умение то тебе ничего не даст ты не строить ничего из этого не умеешь не сможешь от не построить ничего вообще для тебя это бестолковый не сшить ничего не починить это я говорю что ты-то ничего из этого у тебя это тебе этот навык абсолютно ничего он не живой он мертвый он для виртуальности только созданный то вот и все а это и есть ложь я говорю живешь в вирту почему человек виртуальности живет именно потому что у него все навыки и виртуальные он как виртуальность вот и все а ты бы знал какую радость человек получает от того когда в реальности все это делает совершенно другое это жизнь душа развивается у тебя сразу мысли отпадут о том что вот я допустим до вооруженных сил служил я ветеран боевых действий участвовал боевых действий но совершенно там нет это совершенно такие другие мысли у тебя не то что ты когда там в компьютере сидишь спокойно совершенно другие мысли моя бабушка которая тоже говорит точно также тоже на всяких сериалов их наслушалась всяких новостей о том что компьютерные игры развращает так это реально что я и сам из этого вышел чем не говорит то твоя бабушка слушай старших они вообще-то тоже опыт имеют огромный жизненный в их надо слушать потому что они ты ничего это еще не умеешь ты поймешь там через сто лет может когда там боже моя бабушка которая 60 лет может разбираться в компании технологии лучше меня и знать больше данные это не надо ей просто это не надо она вот уже если сказал что компьютерный вредно я этот все в этом разбираюсь и программированием занимался и все прочее я это планов правильно говорит абсолютно правильно не не надо на пор чувствует это ушел слава иисусу христу слава иисусу христу слава иисусу христу ну что перед богом то все равно на суд страшный вставать надо будет язычек язычника судить нас будет бог вот этой книге святая библия иисус христос евреи по матери правильно а отец у него бог который бог творец неба и земли ну и какие ваши боги древние нет ну где они набитают что они делают какое у них учение ну то есть они просто как вот пробка какая-то не нужно валяются где-то или стоят то есть нет то есть бог то что он никакой заповедь вам не дает ничего отнялась не требует хочешь блуди хочешь кури ну так по своей совести если по совести тоже то никто не будет ни курить и блудить ну так что то не живут не петь ну вот отчеты язычники для них очень это любимое это дело поблудить это я знаю эту тему то что то было там и прочее это любимая тема язычников зачем вам в это входить вообще этот грязь вовсю тоже не понимаю ну вы даже то как наши древние язычники то это как как веровали то ничего это это игры одни ничего нету сейчас этого вы даже это не все что будет будет выдумка современная ничего этого нет зачем если господь небо и земли создал нашу землю дал нам закон свой зачем этого отвергать если он совершенный именно видим люди становятся святыми при жизни перестают грешить это просто жизнью доказывается а тут у кого вы святых язычников хоть одного назовите таких нету они там максимум волхвы какие-нибудь шаманят призывает бесов и все больше ничего нету один блуд курение одну и алкоголизм больше ничего нет ну или максимум гордыня вера в себя в свои силы я там все чего могу все сделаю все больше ничего нету там у язычников православные верующие они не блудят не курят не пьют если он верующий конечно если он просто крестик носит то и конечно не секрет это если ты верующий то как ты будешь ты знаешь тебя страшный суд ждет или господь умер за твои грехи ты не имеешь уже права ты его распинать на кресте постоянно все отрезает бог отбирает все грехи у тебя тебе не хочется нигде не не хочется больше грешить потому что ты рождаешься от бога уже рождение свыше происходит это все написано в книге святой библии люди по ней живут 2000 более миллиардов 2 2 миллиарда с лишним верят в это тут нет такого еврейский не еврейский если он творец неба и земли то не еврейский но открылся он еврейскому народу открылся через него а потом там всему миру открылся значит деление на русский еврейский это вообще нет если это истина то это будет хоть какой бог там вы его назовете еврейским какая разница если ты истина ты должен при как бы припасть к нему зачем верить заблуждение предков если они заблуждались зачем это у нас большие ресурсы в интернете если заходите вы видите как верующие христиане живут мы вот за людям сюда зашли вот вы одеты сидите у вас борода есть здесь половина голые половина рукоблудят и половина мусульмане и все сразу матерятся только видят сразу мат 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 и мы вот людям пришли сказать людям что за это будет ответ на суде и что господь всех зовет для покаяния чтобы жили свято мы не просто так зашли чтоб пообщаться там или блуд этот посмотреть а чтобы людям сказать о боге потому что мы беспокоимся людей чтобы они не умерли не погибли в грехах своих том что если в грехах без вере умереть это же вечная гиена огненная где дьявол и ангел и ангелы его зачем туда попадать человеку то если можно жить свято по книге по библии уверовать обратиться к хрису сказать господи я тебя гнал всю жизнь грехами своими распинал прости мне сделай меня давай дай мне святость твою а он говорит сам будьте святы как и я свет то есть он нас призывает к святости чтобы мы жили свято то есть никогда никого не обманывали никогда не убивали не курили не пили не блудили одна жена только больше никогда нет ничего то есть честно себе жизнь вели чтобы люди другие и не только ты но и близкие спасались спасались души виде вот у меня допустим жена до этом она с покрытой головой ходит у нее никогда волосы не будут открыты около нее даже человек никто не материться то есть если он увидит матершинник он сразу присмиряется потому что вид благочестивый и так мы все должны быть люди должны себя и выглядеть благочестиво то есть мужчина с бородой жизнь как бог устроил бог установил что мужчина с бородой женщина с покрытой головой потому что власть мужчины над женщиной то есть она должна признавать эту власть потому что это не равная мужчина и женщина женщина должна быть подчиненной страной то есть как бы слушаться бояться можно потому что у нее и так господь определил вот в раю его согрешила и господь сказал за это ты будешь внуках рождать и к мужа влечение твое он будет господствовать над тобою а муж послушал жену и господь ему сказал слава иисусу христу слава иисусу христу господу нашим слава христу вас такая книга то дома есть только не материтесь пожалуйста ну как вот из того что сказал в чем смысл там быть благодарным своим родителям верить он меня создал он создал весь мир он создал вас как это мой создатель я наверное должен в какой что-то ему какую-то благодарность иметь и уж тем более верить него не верить в бога это это вера в бублик то есть в дырку от бублика ничего нету то есть у нас как-то придумал ты появился на свет тебя не было никогда вдруг ты появился но смотрите но вот как думаете нобельские лауреаты кто получили нобельские премии это как умные люди или глупые они но они умные а из них 95 процентов все верующие бога чё тут они чё думаешь не доходили умом не думали почему для чего может бог может это люди придумали они явно умнее там меня или тебя ньютон изобрет изобрет . чем глупый человек ломоносов глупый человек павлов ну просто хотя бы я вот отсюда говорю подлезь подлезь к этой теме отсюда что есть умные люди которые всю жизнь что-то думали всю жизнь и они все почему-то верят бога почему ну вот я тебя я имена назвал тех ученых которые непосредственно все только только с библией постоянно были то есть это библия спрос очень просто я объясняю если господь есть ты в него веришь то он же как-то как и взаимодействует с миру так он оставил свое слово представь создатель вселенной тот кто нас создал всю вселенную создал все эти законы он нам сказал дал слово свое то есть оставил так как нам надо жить чтоб спасти свою душу чтобы не умереть в грехах чтобы мы ну жили правильно и спать и получили жизнь вечную после ну наверное это самое важное в жизни будет книга если человек если ты в это веришь конечно а вы думаете вот смотрите как люди почему многие уверуют были алкашами последними там или прочее да а потом раз и все все прекратили святой жизнью стали люди как это человек сам не может избавиться бог подает руку бог дает руку непосредственно прям сразу же если человек обращается к нему искренним сердцем и хочет действительно изменить свою жизнь все господь реагирует он никогда не оставляет больше человек и такие случаи были когда просто рука вырастала но это если ты это если нужно допустим бывало такие случаи когда тысячи человек но вы почитай вы вы просто ну смотрите четыре дня человек лежит во гробе четыре дня и потом заходит иисус и горит стань и он воскресает и встает чё это но это не признает но ничего не невозможно это но это же происходит клаудию стюжанина в барнауле три дня клаудию стюжанина пишите в барнауле три дня была мертвая потом воскресла что это такое это информация и можешь хоть где взять и в интернете набери клаудию стюжанина клаудию стюжанина в барнауле это из последних из последних из последних информации а то что я говорю в библии лазер лежал четыре дня в гробу четыре дня уже все смердила он уже все сгнил сгнил его господь воскресенье чего почему нельзя материться потому что это злоречие скверные слова нет они не несут никакого смысла то есть написано злоречивым участь гиене вот смотрите господь такую дал заповедь истинно говорю вам что за каждое праздное слово с каждыми людьми дадут они ответ в последний день то есть на страшном суде за каждое праздное слово мы дадим ответ праздное слово это что такое пустое вот допустим ты прикольнулся на своим другом пуст ну то есть бессмысленно что-то сказал ему у бога уже записано на страшном суде ты будешь ответ держать за это у бога на страшном суде за то что пустое одно слово сказал ты господь вложил в нас сознание мы осознанные личности чтобы мы это применяли для дела они того не для пустого из бог для этого нас будет спрашивать тем более слова скверные которые не только пустые но еще и оскорбляют и несут какой-то смысл не плохой какой-то злой они будут втройне еще отвечены у бога то есть просто за язык будешь подвешен можно сказать а наука этим не занимается вообще существованием бога она у нее у нее у него четкий ряд вопрос в котором она занимается это материальный мир вот и все она материальный мир занимается наука это все верующие большинство верующих людей веру больше большинство ученых верующие но смотрите машина едет да я смотрю на нее и говорю это дядя вася поехал на свою дачу а другой человек смотрит говорит нет это горит у него она едет потому что у нее там двигать движутся там этот двигатель внутреннего сгорания работает и объяснил все вот этот человек научно сказал он там объясню почему она едет а я сказал для чего она едет потому что дядя вася захотел на дачу это два разных она не сходится наука она объясняет просто как она устроена а вера она говорит для чего это устроено из какой-то целью все это делается вот и все это не вопрос то не сходится два ну вы знаете допустим наука еще 50 лет назад слава иисусу христу слава иисусу христу слава христу слава иисусу христу слава иисусу христу богу нашему слова у вас такая есть дома книга слава иисусу христу слава иисусу христу слава иисусу христу слава иисусу христу красивая собака у вас звука нету что ли да у нас большие ресурсы есть в интернете мы православную деревью строим где нельзя пить курить воровать материться и лгать чтобы вот начать там строится человек должен доказать вот эти пять пунктов заходите на наши ресурсы если хотите называется в ю тубе во свете библии 44 миллиона просмотров у нас во свете библии в ю тубе наберите и увидите как живут люди верующие православные спасибо вас христос благослови вас бог слава иисусу христу слава иисусу христу слава иисусу христу богу нашу ну дела то все слава богу мы верующие мы читаем постоянно эту книгу молимся и у нас господь управляет нашим же нашей жизни мы это что молитвослов новый завет да вы читаете у вас если может какие то вопросы есть по новому что-то непонятно может отвечу если в армии выше сейчас не его это что за больница такая вячеслав я не бачки я верующий просто христианин но я знаю библию могу подсказать могу но многие вопросы ответить могу я православный христианин то есть я хожу в храм исповедуюсь причащаюсь мы сюда людям зашли как раз таки о боге рассказать показать библию к вере как я пришел к вере бы ничего не случилось я с детства искал искал у меня всегда допустим все в школе читали всякие книги на там какие-то фантастику и прочее а меня ничего не интересовал такое я что-то искал духовные и мне попали в книги буддийские буддизма я их читал я не знал еще то есть я там всякие медитации делал и прочее ну и где-то в 19 лет господь меня коснулся я узнал что истины в иисусе христе я искал где бог где истина вот и вот уже ну коснул я то есть у меня дошло до того что я уже стал против идти то есть я знал что есть иисус христос но я не не верил что это бог и прочее как-то жизнь ну как-то внутри себя строил так что как будто этого нету против против этого ну и бог как-то меня так повернул я понял что я там ехал куда-то и у меня там как бы я взмолился в один момент и и мне сразу на душу было положено жать низший ответ я бога бога вот так почти 30 каждый день конечно в день но не менее 4 5 раз ну и перед едой после еды перед делом после дела но утром обязательно надо все православные утреннее правило а вечером вечернее правило а еще то есть до 7 раз в день стопа нественничка вот это 100 поклонов там три святое 100 поклонов то есть там всем святым где-то 7 с лишним святых обращаемся молитв богородицы христу вот 100 поклонов и так до 7 раз то есть до 700 поклонов может доходить бывает там пять раз три раз я там когда работаю казань наполовину тотали наполовину ну я по истину искал мне раньше то не было в какой учетом в какой главное чтобы истина была а истина христос вот поэтому а так бы если бы я знал что истина это мусульманство я бы мусульманина был но я я изучил изучаю это и другое и вообще вот все эти и буддизм и прочим это все человеческое а христианство это божественное это несравнимо выше несравнимо просто конечно когда начинаешь изучать я и коран читаю и прочее ты просто не сравниваешь но представь смотри у них 4 зарешено 4 4 жены в 4 у нас даже тебя в храм не пустят если у тебя 4 это разврат полнейший а нам господь сказал кто посмотрит на женщину с вожделением тот прелюбодействовал с ней в сердце своем то есть итог посмотришь с вожделением там у тебя жена есть а ты на какую-то другую с вожделением уже прелюбодействовал уже то есть это совершенно выше все в несколько раз не слышу ну не но невольно то конечно происходит где-то там что-то может никому-то не уделишь кому-то время ну допустим как-то там поспишь больше или там мысли какая-то плохая придет тебе и ты допустим ее не прогонишь сразу невольно ты конечно грешаешь но после того как я уверовал вольно я уже не грешу после того как я уверовал вольный грехов я уже не делал вольных и написано рожденный от бога не грешит но рожденный от бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему то есть конечно я согрешаю но согрешаю уже не так как до этого было работаю как обычно работаю в аэропорту у нас сказания аэропорт там по безопасности с всякими людьми которые плохо себя ведут работаю вячеслав а вас как зовут маркин мартин да благословит господь маркин мартин мартин лютер конечно можно у меня есть у меня skype я вам такие ресурсы сброшу наши обязательно заходить у нас каждые три раза неделю занятия по библии происходит вы можете мне писать постоянно и я сам братом счет у вас skype есть дома ватсап ну я телефон сброшу 8 9 3 9 3 3 8 58 58 18 до заходите еще вид запишите наш канал в ю тубе вы напишите мне напишите я вам уже все отвечу как будет у вас время все я понял понял все все понял все все понял все благослови вас бог спасибо спасибо христос